Одинаковая или разная? Разная, прежде всего. На что всегда обращать внимание? На то, как устроен самый кончик. Там может быть небольшая площадочка, или может быть вообще острая точка, когда все сводится в одну единственную точку. Так, вот если все сведено в одну точку, вот волосовидное перо, самый тонкий линия, самый тонкий, самая малодиаметральная точка. Учтите, что перо можно работать не только в нормальном положении, вот так, но и в перевернутом, вот так. Линии при этом будут получаться совершенно другие. Можно работать с наклоном, можно ввести не обязательно к себе, а вот так в сторону. Так, вот попробуйте сделать такие извивающиеся линии с разным ножем. То есть на перо модели вы просто стараетесь понять, как работают перо. Ну и сейчас тушь. Несколько простых правил. Если случилось горем, в смысле, залезли пальцем в тушницу, или там еще что-нибудь, если творили, так, первое, что делаете, сразу, я открываю кабинет, чтобы вода была, сразу вымить. Стоит пару минут подождать, как пятно становится не смывающим. Кстати, учтите, что если вы вот обычную такую тушь используете для того, чтобы расписать футболку, берите белую футболочку, так, вкладываете в серединку какой-нибудь ровный предмет, ну, чтобы тушь, пройдя насквозь, вторую половину, спину не испачкала. Так. И делайте дешевой рисунок. Ну, сначала можно надеть карандашиком. Вот сделали вот дешевой рисунок. После того, как тушь высохла, вы проглаживаете футболку утюгом. Вот как будто гладите, просто перевер. Все, после этого рисунок не смываем. Футболку можно стирать, можно сушить, можно сдавать чьим чистым. Рисунок на века. Так. Вот если вы не хотите, что у вас на века что-нибудь отпечаталось на любимой вами отежде или любимом вами теле, то немедленно после того, как там пятно появилось, пойти вымыть. Первую минутку, после того, как все не засохло, все вполне смывается. Чем дольше ждете, тем сложнее будет отмыть. Емкость тушь, она называется тушница. В качестве тушниц чаще всего используют просто крышечки от пузырьков. Очень удобно. Единственное, когда наливаешь тушь в тушницу, либо, наоборот, из тушницы сливаешь обратно в пузырёк, лучше всегда это делать на листе бумаги. Почему? Очень любят капли цепляться до самых краешек. И в самый неожиданный момент слетать. Поэтому, чтобы не заляпать, вот вам подставочка, вот тушница, вот пузырёк с тушью. Понимаете, из чего тушь делается? Давно? Из каракатицы. Это китайские лица. Чёрная тушь. Это тёрная взвесь очень мелкодисперсной сады. Так, к воде добавлен козеиновый клей. А чё такое козеиновый клей? Это один из древних, и, кстати, один из самых прочных естественных клеев. Который вполне конкурирует с современными синтетическими клеями по прочностью типа клей-магмента. Такой творог, понимаете, не очень? А чё это такое? Ну, кроме того, что он лежит в универсале, называется, имеет цель. Хорошо, берём молоко, чё с ним дела? Пусть она протиснет, потом нагреть. А потом нагреть. Вот если нагреть протисшую молочную массу, то она створаживается. И если оффильтровать, останется на фильтр творог, а стечёт сыр. Так вот, если взять совсем обезжиренное молоко, оно протиснет, и его створожить, а потом одну творогу дать высохнуть, так, и растолочь в порошочек, то вы получите казино-клей. С ним есть фокус. Он очень неохотно растворяется в воде. Поэтому насыпали такого порошка, добавили воды, и болтаете, 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 полчаса болтается. И вот тогда вы получите однородную плеевую массу. После высыхания, во-первых, она остаётся эластичной, это не хрупкий слой плея, прилипает ко всему, чему угодно, так же склеивают любые поверхности. И клеющая сила огромная. Вот это и есть казино-клей. Вот чуть-чуть казино добавлено в тушь. Но ещё китайцы, это уж я не знаю, из традиции чисто, размалывали в мелкий-мелкий порошок киноварь. И добавляли в тушь. А киноварь что такое? Пальцы вытирать сразу. Это ярко-красная краска, на самом деле очень гитаритая. Это соль-ртуть. Солями называются химические соединения металлов и неметаллов. Киноварь это ртутное соединение. Все соединения ртуть очень дают. Но вот в эту тушь киноварь не добавлен. Так что есть случайно попало на язык не отравиться. Ну давайте работать перемен. Итак понять как строится линия как получить линию такую как вам хочется а не такую как вышла. Более яркую, более широкую, более узкую, сходящую на нет. как размеры, какой плотности можно поставить точки в вашем перу. И после того, как вам кажется, что вы немножко разобрались с вашей периной, попробуйте сделать любой на ваше усмотрение объемный рисунок. Ну у кого там слоя фантазии не очень работает, нарисуйте яркую. Вот так, чтобы было видно, что яркую объемную. А дальше начинаем разбираться, что же у вас получилось.